Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пожалуй, самый неуважаемый в цивилизованном мире политический и государственный деятель после Владимира Путина. Удивление и недоумение в ЕС и НАТО вызывает дружелюбное отношение Орбана к Путину, несмотря на военную агрессию России против Украины. Венгрия состоит в обеих организациях, но ведет себя, мягко говоря, странно. Венгерский премьер Виктор Орбан является пророссийским политиком, лоббирующим интересы Кремля. Хорошо, что в Венгрии всегда существовали другие, более рассудительные силы, адекватно оценивающие деструктивную и агрессивную роль России в мировой политике. Например, с конца 1980-х годов и по конец 2000-х в Венгрии был политик, которого можно было назвать, вероятно, самым антироссийски настроенным в Центральной Европе. Именно он в 1989 году говорил о Российской, а не Советской империи и требовал вывода российских войск из Венгрии. А в 2007-м жестко критиковал правительство за слепоту в отношении растущего влияния России на Венгрию посредством ее энергетических гигантов, предлагая ориентироваться на Европу. Вы очень сильно удивитесь, но с самого начала этого видео я говорю об одном и том же человеке – Викторе Михае Орбане, который и в 2008 году продолжал критиковать Кремль, называя другие европейские правительства путинскими марионетками, а поддержку предыдущим главой правительства Венгрии проекта «Южный поток» – национальным предательством. Но вдруг в 2009 году все резко изменилось. В ноябре Орбан неожиданно приехал в Санкт-Петербург на съезд Единой России, где познакомился с Путиным. Критиковать Путина и Россию он перестал вовсе, а когда через год стал премьер-министром Венгрии, прославился как один из ключевых апологетов Путина в Европе. Какой невероятный кульбит совершил Орбан, переобувшись в воздухе буквально за доли секунды. Ну а как это назвать по-другому, если ты диаметрально меняешь взгляды за короткий промежуток времени? Что же произошло с Орбаном в этот период? Почему из неистового критика Кремля Орбан стал его пламенным апологетом? А просто произошло событие, на первый взгляд, никак с Венгрией не связанное. Какое же именно? Сейчас вы о нем узнаете. А вначале попрошу вас подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на Patreon и BuyMeCoffee. И самое главное, не забывайте регулярно донатить на ЗСУ. Итак, в действительности сюжет этой истории начал развиваться еще в середине 90-х годов. И стал он известен благодаря немецкому журналисту Юрген Роту, которому удалось разговорить бизнесмена Дитмара Кладо, гражданина Германии с криминальным прошлым. Сегодня Кладо является основателем охранной фирмы SAS, которая занимается инкассаторскими и охранными услугами в Германии, Франции и России. Ему также приписывают связи с различными разведками. У немецкого журналиста Юргена Рота имеется любопытное письменное свидетельство Дитмара Кладо, так называемый офидовид. Приведем его полностью, так как это свидетельство проливает свет на то, кем на самом деле является Виктор Орбан и кто сегодня дергает его за ниточки. В 90-х годах я жил в Будапеште, где занимался консалтингом и был владельцем частной охранной компании SAS. В Будапеште я познакомился с известным бизнесменом Семеном Могилевичем. Между нами возникли доверительные отношения, отчасти потому, что мы оба были иудеями. Из-за этих близких доверительных отношений он поручил мне в середине 90-х годов, это было в период между 1993 и 1996 годами, передавать деньги различным лицам. Один из них был человеком по имени Шандер Пинтер, кстати, это нынешний министр внутренних дел Венгрии. В то время я знал о нем только, что он был какой-то большой чин в полиции, и, конечно же, что он работал на господина Могилевича. Я познакомился с ним официально позже, когда он ушел из полиции. Это было в 1996-1997. Семен Могилевич попросил меня передать ему деньги, что я и сделал. То, что это были влиятельные люди, было для меня ясно. Для меня Шандер Пинтер был тогда только одним из многих коррумпированных лиц, с которым я передавал конверты от имени Могилевича. Я принимал его и других людей в моем доме в третьем районе Будапешта. Они брали деньги в конвертах. Это было по 10 тысяч немецких марок. Так продолжалось до 1996 года, а позже эти операции шли уже через кого-то другого. Один раз, это было весной 1994-го, незадолго до парламентских выборов, переводчик Могилевича принес мне чемодан, где было около миллиона марок. Он предназначался для молодого человека, но этот молодой человек не хотел заходить в мой дом. Я сказал ему, слушайте, у меня есть чемодан с этими чертовыми деньгами, и я не собираюсь выходить с этим чемоданом на улицу. Так что, если вы отказываетесь, то я передаю это господину Могилевичу, и пусть он заберет с собой чемодан с миллионами, мне все равно. И он все-таки поднялся ко мне вместе с еще одним пожилым джентльменом, и я принес чемодан с деньгами. Кто это был, мне в то время было неинтересно. Только после парламентских выборов я понял, что молодым человеком был Виктор Орбан из Фидес. Могилевич назвал это поворотным вкладом в предвыборную кампанию. Среди других лиц, которые регулярно забирали свою лепту, были Тонхаузер Ласло, тогдашний глава отдела организованной преступности в Будапештской полиции, Шандер Иштван, бывший старший следователь полиции, Юст Ласло, влиятельный человек в средствах массовой информации. Основной причиной, почему именно я должен был передавать эти деньги, было то, что у меня не было ничего общего с русскими, и в качестве председателя международной секции независимой венгерской торгово-промышленной палаты меня воспринимали довольно серьезно. Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что я сообщил правду. 15 июня 2016 года. Интересное свидетельство правды. Дальше будет еще интереснее. А прежде чем мы продолжим, хотел бы отметить один печальный факт. Результаты социологического опроса 2022 года показали, что венгры полностью поддерживают Россию в войне с Украиной. То есть, очевидно, можно предположить, что венгры очень сильно любят Россию. А вот и нет. Иначе, как объяснить то, что исторически венгры и русские никогда не были союзниками, и традиционно находились по разные стороны баррикад. И в Первую мировую, и во Вторую. Кстати, все, что сегодня творят российские оккупанты в Украине, венгры устраивали в Черноземье и Средней полосе России в годы Второй мировой войны. С точки зрения цензурных ограничений Ютуба, эта тема сложная. Поэтому мы сделали отдельное специальное видео и выложили на нашем Патреоне. Интересно было бы посмотреть на лицо Орбана, если бы его ткнуть в это носом. Ссылка на Патреон в подсказке, описании и первом комментарии. А теперь вернемся к компромату на венгерского премьер-министра. Кроме озвученного выше письменного свидетельства, Дитмар Кладо также дал интервью австрийскому телеканалу ОРФ, где заявил, что в 90-е Шандер Пинтер ежемесячно принимал 10 тысяч дойчмарок от Могилевича, чтобы венгерская полиция закрывала глаза на его махинации с Украиной и Россией, в то время как основной офис преступного авторитета находился в Будапеште. Сами венгерские политики и силовики какое-либо знакомство с Дитмаром Кладо, естественно, отрицают. Обвинения Кладо легко игнорировать, ведь он человек с, мягко говоря, небезупречной репутацией. Совсем другое дело, если у этих обвинений найдется документальное подтверждение. И Могилевич именно тот человек, который этим подтверждением может обладать. Реальной причиной, почему передача конвертов венгерским политикам должна была непременно происходить дома у Кладо, а не на улице, являлись отнюдь не его опасения за сохранность денег. Ларчик открывается просто. Процесс передачи денег дома у Кладо снимала для страховки скрытая камера, а пленки передавались Могилевичу. Семен Могилевич перебрался в Будапешт в 1990-м и прожил здесь до начала 2000-х, в 300 метрах от российского посольства. В период приватизации он посредством различных махинаций заполучил контроль над заводом по производству оружия в Венгрии. Основной его деятельностью, по данным ФБР, было отмывание денег Солнцевской ОПГ. Сегодня Могилевич входит в десятку самых разыскиваемых преступников ФБР. Еще с 90-х им интересовались ФБР, итальянская полиция, спецслужбы Швейцарии, а в 2003-м он был объявлен в международный розыск Интерпола. Тогда ему пришлось переехать из Будапешта на подмосковную дачу и не выезжать из России. Разговор о Могилевиче попал на знаменитые пленки майора СБУ Мельниченко в 2000-м. По данным Леонида Деркача, Могилевич вообще-то жил в Венгрии, но в данный момент стал соседом с Геннадием Зюгановым на подмосковной даче. В ответ на удивление Леонида Кучмы Деркач пояснил, но он имел хорошее отношение с Путиным, еще с Ленинграда. Кучма заметил, как бы не влипнуть. При этом досье на Могилевича загадочным образом было уничтожено в СБУ в 2005 году. А в 2008-м Могилевич был неожиданно арестован в Москве по делу компании Арбат Престиж по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Могилевич провел под стражей полтора года, а в июле 2009-го был выпущен под подписку о невыезде, а вскоре дело против него было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Чтобы выйти на свободу, по мнению Дитмара Кладо, Могилевичу пришлось расстаться с частью собственности, а еще оказать услугу Кремлю в виде предоставления компромата на Виктора Орбана. Бизнесмен уверен, что Могилевич в обмен на свою свободу мог передать компрометирующие пленки Николаю Патрушеву. Во всяком случае, Орбан был неожиданно приглашен в Москву как раз после ареста Могилевича, и именно тогда Орбан совершил резкий разворот в своей позиции. Интересный факт. Одним из свидетельств дружбы Орбана с Путиным стало восстановление в Будапеште, Вдумайтесь, памятников советским воинам, причем не только освобождавшим страну от фашистских захватчиков, но и погибшим при подавлении венгерского восстания 1956 года. В Венгрии восстанием события тех лет назывались при советском режиме, а после падения советов называют революцией 1956 года. Но если на тебя у Путина компромат, ты, наверное, еще и не так назовешь памятник. Когда в 2015 году Путин возложил цветы к этому памятнику, в Венгрии возник скандал. Венгерская пресса обвинила правительство Фидес, допустивших восстановление памятника российским карателям, в нарушении конституции страны. Впрочем, возможно и другая причина резкого переобувания в воздухе венгерского премьера Орбана. Нельзя исключать, что Кремль не воспользовался компроматом Могилевича на Орбана, или даже вообще о нем не знал. А визит Орбана в Москву просто совпал по времени. Однако у Кремля есть не только кнут, но и пряник. Россия активно развивает с Венгрией сотрудничество, бенефициаром которого являются не только налогоплательщики Венгрии и России. За время своего премьерства Виктор Орбан уже много раз встречался с Владимиром Путиным. По словам Орбана, отношения с Россией нельзя строить на основе принципов. Важна только выгода. Исходя из этого, стоит обратить внимание на проект расширения атомной электростанции в венгерской Пакше стоимостью 10 миллиардов евро. Причем проект финансирует Россия, хотя официально эти средства являются кредитом. Чтобы обеспечить успех АЭС, в 2015 году в Венгрии даже был введен дополнительный налог на солнечные батареи. Совершенно не стоит исключать того факта, что и Орбан, и Путин имеют долю в этой сделке. Когда правительство Венгрии выступило за расширение АЭС в Пакше, Росатом для этой стройки был выбран даже без проведения тендера, а документы сделки были засекречены на 30 лет. Вот так сюрприз, правда? Когда Еврокомиссия начала расследование из-за непрозрачности сделки, венгерское правительство заявило о политическом подтексте. В итоге расследование окончилось ничем. Над национальных органов по расследованию коррупции у ЕС нет. Есть антикоррупционное бюро Евросоюза, однако оно лишь помогает национальным ведомствам бороться с коррупцией. А это значит, что в итоге за расследование Еврокомиссии отвечают сами венгерские чиновники. Те самые, которых подозревают в коррупции. Можно было бы совершенно не обращать внимания на такого одиозного персонажа, как Орбан. Пусть бы и дальше целовался в десны с Путиным, однако вызывает большие вопросы, резкая смена взглядов и риторики венгерского премьера. Вот ты десятки лет ругаешь Путина, и Россию на чем свет стоит, и вдруг, как по щелчку, ты уже не ты, а Российская Федерация лучший друг венгерского народа. Не бывает таких резких перемен без причины. Здесь виной либо компромат, а мы помним, что это любимая фишка КГБшника Путина, либо Витю Орбана банально купили, и он на старости лет решил таки пожить красиво и безбедно, забыв об идеалах своей юности. В любом случае, вся эта венгерская дружба с Путиным очень плохо пахнет, и обязательно выйдет мадьяром боком. Тут уж и к бабке не ходи. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на платформе BuyMeCoffee и Patreon, где вас ждет дополнительное видео. Пользуйтесь функцией Ютуба-спонсорства. Кнопка «Спонсировать» есть под каждым видео и на главной странице канала. Обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok